Всем привет! Рада приветствовать вас на моём канале. 7 октября, и сегодня достаточно тёплый день на улице. Такой тёплый, осенний, солнечный, как ни странно, потому что как наступила осень в Питере, очень часто дожди, 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 дожди. Ну, в общем, это как бы нормальная питерская погода, когда дожди. Но я вот любитель солнышка. Поем пока виноград. Я любитель солнышка, мне нравится, когда светло, пусть даже будет холодно, но зато солнечно. Настроение как-то меняется от этого сразу. Спасибо за комментарии к предыдущему влогу, только что сидела, читала ваши комментарии, ваши добрые слова в мой адрес. Спасибо большое. Что касается стрижки. Стрижка у меня сейчас просто ровный срез, потому что я хочу, ну, где-то вот такую длину отрастить примерно. А может быть и такую оставлю. Ну, в общем, сделала ровный срез. Видите, сзади у меня тоже длина такая же. А до этого я стриглась даже больше года, мне кажется, одно удлинённое коре. То есть это сзади коротко, а здесь, ну, вот такая где-то длина и была. И хочу сказать, что очень комфортная и удобная стрижка. Потому что сзади вам ничего не мешает, всё, как бы, волосы не закрывают шею, особенно летом. А спереди вроде как кажется, что волосы длиннее. В общем, мне кажется, что идеальная стрижка и много кому она идёт. Кстати, хочу вас кое с кем познакомить. Сейчас покажу. Знакомьтесь, это Тишка. Я уже Сталик, где он совсем маленький. Сейчас ему 4 месяца. Эй, Тимур, шарики, такой маленький, просто такой миниатюрный. Напросился на ручки. Поэтому вот так поедем с ним. Вообще маленький, просто такой маленький. Во, с руку, наверное. Тихо, да-да-да-да. Тебе со мной ещё жить. Стё, 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 Стё. Стё. Что? Стё? Кто такой Харуси? А кто такой Харуси? А кто такой Харуси? А кто такой Харуси? Ты с трудом залез. Да? 4 тебе месяца, да? В общем, история такая. Вы все знаете, что у меня на всех собак, которые мы брали после кубика, была аллергия. Вот. И это моя последняя попытка, так скажем. Он что-то шерсть свою ел, что ли. Слюнявленный весь фартук. А он появился у нас, скажем так, как эксперимент и последняя попытка, чтобы у меня не было аллергии. Это собака той же заводчицы, у которой мы брали кубика. На кубика у меня не было аллергии. И что интересно, на этого дружочек у меня тоже нет аллергии. Я не знаю, как это работает, но вот на ее собак почему-то у меня нет аллергии. И надеюсь, что не будет. Вот. Он у нас... Ты что, себя увидел, да? Что ты, Зоя? Смотрит. Вот. Он очень умненький. Очень активненький. Вот. Но еще и совсем малыш, конечно. Взяли мы его. Саша его купил, когда мы были на йоге. То есть ему было тогда два, что ли, месяца. Вот такая зайка. Ну, знаете, шпицы это любовь. Вот те, у кого были шпицы, мне кажется, они больше никакую породу не захотят себе заводить. Потому что это такие активные, милые, добрые собачки, которые готовы бегать с тобой бесконечное количество времени, играть, все время быть с тобой. То есть это такие компанейские собаки, любящие своего хозяина, играющие со всем, что есть в округе, добрые, ласковые, ненадоедливые, кстати, при этом. Потому что очень много есть собак, которые активные, но такие приставучие. Этот товарищ нет. А шпицы, они, если хозяин занят, они не будут его доставать. Гуляет он у нас на поводочке. Ну, кстати, пока что он ходит в основном дома на пеленку, потому что очень удобно. Вот, честно вам скажу, маленькая собака. Я сторонник того, чтобы собака гуляла на улице. Я об этом говорила давным-давно еще с Кубиком, когда записывала видео про него. Но, честно, очень удобно с пеленкой, когда собака к этому приучена. То есть мы его взяли, когда он уже был ко всему приучен. Вот, и он, в принципе, очень редко может промахнуться. В основном он ходит только на пеленку. И это суперудобно. Вот у нас пеленка лежит там возле выхода в коридоре, и все. И пока что как бы он еще маленький, он просто не может долго терпеть. А если нет возможности успеть выгулять, то пеленка это прям спасение. Спасение. Давай покажем тебя получше. Ой. Вот. Ой. Тихо, тихо. Да я тебе не уроню, не бойся. Не бойся. Такая вот у него расцветочка. Да. Сейчас он, кстати, как это у них называется? Время пырзика. Пырзики они называются, когда они линяют. В этом возрасте они такие подростки. И они немножко такие несуразные. Они как-то... Голова маленькая, тело у них увеличивается. В общем, шерсть вылазит. Такие страшилки. Поэтому, когда многие покупают шпицу в таком возрасте, ну где-то с 4 до 7 месяцев, они смотрят на собак и думают, наверное, что это вообще такое. Но они годы уже начинают потом опушаться и становиться прям такими пушистиками, шпицами. И сейчас мы еще такие пырзики. Пырзики, да? Вот. Зовут его Тишка. Тишка. Он, кстати, знает команды. Но команды вам продемонстрирует потом Кристина, потому что она с ним занимается, она его учит командам, она за ним убирает. В общем, у меня была такая договоренность, потому что Кристина очень хотела себе собаку. Она, короче, такая же собачница, как я. И она меня все лето терроризировала. Еще мальчишки ей там тоже поддакивали, периодически меня дергали, что им нужна собака. И в итоге вот у нас такая договоренность, что Кристина сама за ним ухаживает. Ну, естественно, я тоже ухаживаю, но все-таки она уже в состоянии это делать. Она его расчесывает и кормит, и гуляет с ним после школы, когда есть время. и после кружков. Так что вот такой. Да? 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 Ты чё кряхтишь меня? Зайк такой. Да? Вот. Вот еще. Давайте вот так еще вам покажу. Да? А то на руках они такие, знаете, притихают. Типа такие прям... Стой, стой. Ну-ка, сидеть. Тишка, сидеть. 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 Дай лапку. Очень молодец. Дай лапку. Ой, молодец. Молодец. Тё? Нос, кур, нос. Ты хороший. Пришли забирать в садик детей. Сейчас посмотрим, как они на улицу собираются. Здравствуйте. Привет. Пришли мы уже домой. Вот мальчишки играют. Пробку тут строят. Это все любимое занятие строить пробки из машин. Что вы там построили? Ну-ка, отойдите, покажите мне. Так пробку. Ничего себе. У вас одни пробки. Прям как в жизни. Еще мы купили вот такой вот комод им в комнату. И, кстати, я столы развернула. И на противоположную сторону тоже надо докупить. Это тоже мы в последний вагон с Икеей, скажем так, вскочили. Но что-то я не подумала, что надо два. Потому что изначально я его хотела вот туда вот поставить. Но там неудобно. Получает он высокий. Закрывает выключатель. Ну и плюс ко всему, когда начнется школа, учеба, то есть лишние какие-то места для хранения, они совсем не лишние. Потому что куча всяких красок, альбомов, бумаги, ручек, учебников, тетрадок. В общем, всего очень-очень много. И все это будет где-то убрано. То есть, ну, не будет на виду. А мне кажется, прям хорошо. Потом впоследствии я хочу еще вот здесь повесить полки над столом. Здесь где-то будет там компьютер. А что и тут он будет? Ну, в общем, где-то еще будет компьютер стоять у каждого. И, собственно, будет готово. А там вот хочу где-то еще картину повесить. Но это потом впоследствии пока что я еще не выбрала, чтобы сюда подошло так хорошо. Поэтому пока что так. Хотя, кстати, напишите мне, как вы относитесь к тому, чтобы вы сели картины над кровати. Как вы считаете? Кто это у тебя? Винни-Пух. Винни-Пух, да. Куда он пошел? Там рядом магазин. О, магазин пошел. В пятерку. В пятерку. Он не сходил еще в магазин? Нет, побежал. А у тебя кто? Это мусор-человек. Какой человек? А мусор. А, из мусора? Да. Да, это мусор-человек. А, из мусоровоза? Нет, это мусор-человек. Да, это мусор-человек. Да, это мусор-человек. Ты кто, работник мусоровоза? Да. Понятно. Матер, матер, оп! Оп! Ты кто такой? Ты кто такой? А в возе весны. О-о-о. Что же? Ты зачем? Ай. Матер, а в возе человек упал. Почему он упал? Такой Милипух. Милипух толкался? Да. А разве можно толкаться? Да. А? Нельзя. Нельзя. Я в садике тоже толкаюсь. Кто толкается в садике? Ёма. Да? Завтра. Вчера. Да. Сидя. Милипух, ты не будешь башать такачу. Мама, а под Милипух толкайся. Какой непослушный, Виннипух. Послушный. Непослушный. Пока дети играют, я решила приготовить им что-то вкусненькое. Что же это? Это такой, знаете, простой легкий пирог. Спасибо Марине Морской, которая поделилась, собственно, этим рецептом. Ну, как бы, он простой и удобный, и быстрый. И когда... В общем, когда ты видишь простой рецепт, хочется его приготовить обычно. Потому что со сложными всегда все сложно, как ни странно. Здесь у меня 500 грамм бездрожжевое тесто, бананы. Это будет два разных. Один будет с грушами, потому что груши уже начали портиться. Надо их оприходовать. И, в общем, дальше все увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 купить вот такой шкаф в икее и куртки сушатся детские в общем этот шкаф над стиральной машиной он стоил что-то мне кажется в районе 8000 и он мне прям был нужен потому что в целом мне нравится кстати что машинка находится в нише этого шкафа то есть по сути она знаете не как бы не как отдельно этот что-то стоит пельмо какое-то и при этом на это все-таки дополнительные ящики дополнительное место хранения сейчас вам расскажу вот про тех еще дружков здесь у меня пока что один ящик сюда наверное тоже докуплю пока что пользуюсь так в целом меня все устраивает если честно я вообще люблю шкафы закрыл все что там внутри все равно никто не видит только ты знаешь какой-то там может быть бардак а внешне все прекрасно ничего не разбросано в общем красота вернулась я на кухню сейчас мы кстати покупаем много воды просто разные всякой и я заставляю себя пить воду почему потому что это полезно я кстати вообще небольшой любитель воды я вот больше чая люблю кофе вообще не пью вот мне его нельзя но я и не страдаю как бы что мне его нельзя а вот воду я прям всегда себя заставляю пить но в целом когда пьешь 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 ты уже привыкаешь и уже нормально проходит этот процесс сложно первые там два дня скажем так себя постоянно заставлять контролировать и кажется что она тебя не лезет уже тебе нужно ее выпить вот и это страшная цифра 2 литра в день нужно выпивать но потом вроде как нормально становится привыкаешь и у меня кстати дети вот меня мальчишки очень любят воду то есть они очень часто пьют в основном только в воду редко они могут попросить чай с сахаром но это буквально там раз в день это не каждый день и но не компоты конечно любят но в основном компота им варит бабушка летом они мне кстати не пьют компоты из сухофруктов куда не пьют исключительно из свежих там яблоко то что летом опять же а зимой вот и сухофруктов они не жалуют эти компоты я сколько раз варила потом ножи их и пью а мне нельзя потому что там чернослив курага они у меня вызывают аллергию то что они косточковые что давайте вы тогда со мной пока поделаете мои рутинные дела вот так вот и Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, продолжаем наш влог и сейчас я села смотреть новый сериал. Я, кстати, рада, что вам пришлось по душе моя оценка турецких сериалов, которые я смотрела. Вот. У нас теперь вместо звонка собака работает. И сейчас я начала смотреть сериал «Черная любовь». И что? Если бы ты Лихтенштейн нашла, я бы удивилась. В Европе. А Европа где? Материк-то уже надо знать. Я знаю. Ну, Европа это не материк. Фламя. Что фламя, да, как бы. Ну, и какая разница, она разделена на Европу и Азию. Ну, это ж не материк Европа. Короче, Саша сходил в аптеку. Мальчики у нас такие, с соплями, с кашлем. И я просто в шоке, если честно. Про цены на лекарства я в шоке. Например, вот, аквалор для горла, душ. Для горла же? Да. С алоэ верой и ромашкой римской. Можно было российскую добавить, дешевле было бы. Для детей с 6 месяцев и взрослых. Такие называют. Гипертонический раствор, натуральный морской воды, концентрация соли. Почему гипертонический раствор? Средство для орошения и промывания горлов. С 6 месяцев. В общем, решила попробовать. Что-то, короче, его надо было быстро найти, пока Саша там собирался идти. И вот, нашла. Каждое лекарство по 500 рублей. Просто куда эти цены растут, я бы сегодня никак не могла понять. Нет, я, конечно, понимаю. Что ты тратишь 500 рублей? Она не надевается, крышечка. Ты хорит ротик, да? Да я как тебе? Потратила ты рублей, наверное, не знаешь сколько. Дальше. Пеносол. Пеносол. Честно, ни разу не покупала, но посмотрела, что, в общем, для носа искала какое-то лекарство. И вот этот вот спрей назальный, если что, это все не реклама, как бы. Это просто я делюсь тем, что сама себе нашла, грубо говоря. Отпускается без рецепта врача. А ничего из этого не надо в холодильнике хранить? Противокагнестивное средство растительного происхождения. Да, я просто очень много всяких каплей спреев для носа, они именно с этим. Сосудо суживающее. А мне хотелось что-то натурального происхождения. Ну, знаете, просто чтобы там снять растяжение, потому что у них нос не заложен. У них просто сопли, насморк, вот. Потому что у меня есть виброцил, он, собственно, тоже от заложенности. Так, вот смотрите. Острый хронический ринит и неаллергической этиологии. Ринофаренгит, инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и носоглотки. С осторожностью принимать пациентам с тяжелым нарушением функции печени. Состав. Масла сосны горной. Чё надо? А можно я поставлю мясо? Молодец. Поставь. А то очень вкусно. Ходи тогда перед. Масла сосны горной, мяты масла, эвкалиптовое масло, тимола. В общем, короче, натуральный. Я надеюсь. Чё-то делаю, вообще не получится ещё. В этом нормально помастится. Вы меня ещё спрашиваете, почему я не снимаю. Мне ещё, кстати, нравится, когда на лекарствах пишут на коробке, как применять, потому что каждый раз ланят в инструкцию, надоедает. А ещё лучше бы сразу вот так писали на бутыльках, чтобы достал, прочитал и не лазил там по интернету, не искал, как там что. Ладно, продолжим. Это я просто долго вам рассказываю. Купила ещё отревину для детей с двух лет. Увлажняющая формула. Этот как раз сосудосуживающий, но достаточно недорогой. Спрей я решила тоже на всякий случай купить, ну потому что я не помню у этого виброцила какой срок годности, поэтому лишний раз не бегать. И Полидексу. Полидексу я покупаю всегда, потому что, когда у детей зелёные сопли, спасает только Полидекса. Вот этот вот весь наборчик, четыре штучки, полторы тысячи. Да. Просто вот так. И нет. Казалось бы, что такое полторы тысячи в наше время? А с другой стороны, вот детей вылечить не так-то просто. Это я ещё от горла не покупала, потому что у меня есть. Вот смотрите, как мальчики играют в машинки и, видите, зацепляют мебель или чертят на ней машинками. В общем, сейчас продемонстрирую, как раз как я буду убирать. От меламиновой губки отрезала кусочек маленький, намочила водичкой и сейчас будем с вами оттирать. Вот при вас всё стёрли. Где? Я вот ещё. Поиграли мы немножко, называется. Это вечный бардак в этой комнате. Просто постоянно всё валяется, всё разбросано. Вот эти маленькие детальки вообще постоянно теряются. Ой, да. Так что на этой прекрасной ноте будем заканчивать с вами влог. Кстати, напишите, как вы относитесь к длинным влогам, которые вот так по полчаса идут, там 35 минут в среднем. И как вам вообще смотрятся такие длинные видео? Потому что, с одной стороны, влог это, ну, какой-то такой формат, когда человек делится просто своей жизнью, да, что происходит, и вроде 10 минут, за 10 минут особо ничего не покажешь. Ну, мне так кажется. А с другой стороны, 30 минут смотреть, ну, это прям целая серия у сериала практически. Не знаю, напишите мне, как вам удобнее, как вам больше нравится смотреть. Вот. А я буду, собственно, надо убираться тут и детей уже готовить ко сну. Не забудьте поставить пальчики вверх, поделиться этим видео, и до новых встреч в новых влогах. Пока! Пока!